Претендовать на чемпионский титул на прошедших стартах Павлу Костромину не позволила досадная травма рассечения брови. Получил ее боксер еще во время полуфинала, однако свою роль она сыграла именно в итоговом поединке. Павел, как настоящий боец, боролся до последнего, но, вероятно, его золотые медали еще впереди. Во всяком случае, сегодня он уже не так охотно рассуждает о минувших стартах, как планирует будущее. Результатом сказать, что недоволен нет, но хотелось бы большего. Он настраивался на победу, были все шансы, почему бы нет, я считаю, у всех есть шансы на первое место. И я считаю, настраиваться нужно только на первое место. Так что, ну, как есть, так есть. Второе тоже неплохо. Рост есть, значит, все нормально, в нужном направлении идет, в правильном. Будем стараться, в следующую Европу постараемся первым стать. К слову, серебро континентального форума не единственная высокая награда. Два года назад Павел уже становился призером чемпионата Европы. Тогда боксер завоевал бронзу. Свежая медаль только подтвердила высокий уровень подготовки и нацеленность на результат. Мы к этому и готовились, шли уже. Медали были. Призером он был в Минске, был в Калининграде. Мы ожидали, даже рассчитывали на первое место. И настроены были на первое. Если бы нет, травма такая, я думаю, что... Ну, второе место, это тоже второе место. Нормально. В числе тех, кто сегодня искренне радуется победам берестейца, первый тренер-спортсмена Юрий Овчинников. Именно он много лет назад разглядел в парне потенциал отличного боксера и помог найти свой путь на пьедесталы почета различных уровней. Как обычно, ребята приходят в 10 лет в бокс. Ну и занимался, старался. Был не раз призером и победителем республики по юношам. Ездили на Европу в Тверь по школьникам. Он там стал тоже третьим. Ну, просто готовились, работали, тренировались. Сразу же, когда ребенок приходит, одаренный. Одаренный он только... Ну, уже сразу просматривается. А у Паши и одаренность была, и старание, и желание. Я мечтал стать олимпийским чемпионом. Надеюсь, надеюсь, что завоюет лицензию, потому что он сейчас готов, в хорошей форме. И надеюсь, что попадет на Олимпиаду в Бразилию. Конечно, как любой спортсмен, Павел мечтает об олимпийском золоте и верит, что терпение и труд действительно все перетрут. Главное – не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать свое мастерство. Среди ближайших задач – успешное выступление на чемпионате мира в Катарской Дохе. К слову, именно там будут разыграны и путевки на Бразильскую Олимпиаду в Рио. Продолжение следует...